МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Вы смотрите новости на телеканале Гродно+. В студии Наталья Дюрть. Сегодня в нашем выпуске. Офицеров запаса ждут в военном комиссариате. Изменения в законодательстве внесут коррективы и в жизнь некоторых молодых людей. Праздник урожая или наступление осени. Православные верующие празднуют преображение Господня. Или, как называют этот праздник в народе, яблочный спас. Особенная лиса в стране чудес. Благотворительное общество Каритас организовало интеграционный спектакль, главной ролью в котором сыграли дети-инвалиды. Как мохнатые друзья помогают учиться. В Гродно с помощью бездомных собак изучают английский. Мир через объектив. Сегодня исполнилось 177 лет с момента появления фотографии. Год в сапогах. Офицеры запаса призываются на службу. Молодые люди, которые получили высшее образование, стали офицерами запаса. Это слушатели военной кафедры при своем учреждении образования, которые вместе с дипломом получили и офицерское звание. Теперь в соответствии с указом президента, от военной теории молодым людям предстоит перейти к практике. Призыву подлежат офицеры запаса в возрасте до 27 лет, ранее не проходившие срочную военную службу и службу в резерве. Значит, всего планируется в соответствии с данным указом призвать до 100 офицеров запаса. Непросредственно военный комиссариат города Гродно и Гродницкого района планирует призвать порядка 7 офицеров запаса. Разумеется, с простыми солдатами-срочниками офицеров не уравняют. Лейтенанты будут носить погоны и получать денежное довольствие, соответствующее званию. Всю информацию по данному призыву можно узнать в военном комиссариате Гродно по телефону 72 30 706. Православные верующие отмечают преображение Господня. В народе этот праздник известен как Яблочный Спас. О том, как гродницы встретили этот почитаемый праздник, расскажет наш корреспондент Дмитрий Якубовский. У стен Свято-Покровского собора многолюдно. Четырехлетняя Варвара пришла сюда вместе с бабушкой. В руках у девочки неотъемлемый атрибут праздника – корзинка с фруктами. Православные традиции в ее семье отмечают на протяжении уже многих лет. Сегодня вот я пришла с внучечкой, она приехала к бабушке из Минска, да. Мы причастились, осветили яблочки, грушки. Теперь всей семьей придем и отпразднуем. И таких семей здесь десятки. Согласно Евангелии, этот праздник связан с важным библейским событием. Иисус незадолго до распятия раскрыл перед учениками свою божественную сущность. В этом празднике нам предоткрывается тайна будущего преображения человеческой природы, к чему мы все призваны – преобразиться в богообщение. В такие дни церковь призывает всех быть добрее и внимательнее друг к другу. Сегодня владыка начал свою проповедь такими словами. «Преображение Господня – это Царство Божие на земле». И вот в этих словах, в одной этой фразе емко вкладывается смысл всего праздника. Несмотря на то, что идет Успенский пост, который достаточно строгий пост и посвящен такому печальному событию Успения Божьей Матери, но вот преображение Господня посередине этого поста является такой глотком духовной радости. С этим днем связаны древние обычаи – благословлять плоды нового урожая. Восточных славян – это, как правило, яблони, поэтому праздник также называют в народе яблочным спасом. Яблоня особо почитаема у восточных славян. По преданию, она символизирует не только жизнь и вечность, но и, как считалось, может наделить этим человека. Также говорят в народе, что в этот день природа разворачивается к осени и заканчивается лето. Дмитрий Акубовский, Ян Хвечин, Новости Гродно+. На связи с органами власти. Прямые телефонные линии продолжают работать по субботам в стране. Очередная связь будет налажена завтра, 20 августа, с 9 утра и до полудня. Прямые линии проведут первый заместитель председателя Гродинского облсполкома Иван Жук по телефону 735644 и заместитель председателя Гродинского облсполкома Андрей Болтрик по номеру 720501. Помимо этого, субботняя прямая телефонная линия будет работать в администрации Ленинского района по номеру 771212 и Октябрьского района по номеру 525230. Особенные дети стали героями сказки. В дошкольном центре развития ребенка номер 30 прошел интеграционный спектакль «Алиса в стране чудес». Его организовало благотворительное католическое общество «Каритас». Цель проекта – показать, что дети с особенностями развития такие же талантливые и артистичные, как и остальные. Сложно ли было особенной Алисе готовиться к роли, узнавала Юлия Косила. «Алиса в стране чудес» – сказка об особенной девочке с необычным восприятием мира. Это как раз про маленькую Лизу Иванчик. Полтора месяца она усердно готовилась к роли Алисы. Репетиции, сценарии – все как у профессиональной актрисы. В итоге с ролью известной фантазерки Лиза справилась легко. Не было сложно. Это очень легко было. Пока порепетируешь, пока поиграешь, это очень легко. Интеграционный спектакль с участием детей с особенностями психофизического развития – идея волонтеров благотворительного общества «Каритас». Здесь уверены – особенные дети такие же талантливые, как остальные. Главное – помочь им раскрыться. «Работа с этими детьми не составила нам никаких сложностей. То есть целью данного мероприятия было показать, что детки с определенными диагнозами, они не хуже, а в данной ситуации даже лучше показывают свои таланты. Они даже более артистичны, они открыты к общению, они коммуникабельны». Зрителями интеграционного спектакля стали обычные дети. Их тоже вовлекли в создание сказки. Такая совместная работа – возможность для особенных детей почувствовать себя частью общества. Волонтеры нашего общества каждую неделю по вторникам приходят к этим деткам в рамках интеграционного детского проекта «Вместе». И с ними играются, занимаются, готовятся к разным утренникам. И этот спектакль у нас впервые, такой вот интеграционный, чему мы очень рады. В дошкольном центре развития всего занимается 190 малышей. 14 из них – дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Благотворительное общество «Каритас» помогло оборудовать для них специальные кабинеты. Здесь для малышей создана полностью безбарьерная среда, а обстановка схожа с домашней. К слову, воспитатели, которые занимаются с особенными детьми, прошли стажировку в Вильнюсе. Развивающие кружки, бассейн, занятия с дефектологом – работать здесь стараются на результат. К нам приводят деток разных, приводят совсем маленьких, и двухгодовалых, и трехгодовалых, вот со сложными диагнозами. И, конечно же, в развитии эти дети, к сожалению, по многим параметрам отстают, очень по многим. Но благодаря тому, что здесь проводятся систематические занятия и воспитатели, и учитель-дефектолог, и все остальные специалисты, которые здесь есть у нас, это и руководители физ. воспитания, музыкальные руководители, мы результат видим огромный. То есть они от нас уходят, и практически многие из них садятся за парты. В ближайшее время в дошкольном центре развития появятся специальные стулья, поручни и столы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Ведь особенные дети заслуживают свою страну чудес. Юлия Косила, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. Фотографии бездомных собак помогают изучать английский язык и находить хозяев брошенным животным. Идею воплотила гродненский фотограф. Как совместить доброту с пользой в нашем следующем сюжете. Еще пять месяцев назад этот щенок находился в приюсе для животных. К счастью, ему повезло. Теперь малыш Тедди верный друг Юлии Абдрашитовой. Они ни минуты не могут прожить друг без друга. За пару месяцев пёс разучил несколько важных команд. Сидеть, лежать, идти домой и многие другие. А за каждое правильно выполненное задание Тедди получает любимое лакомство. Юлия признается, что с тех пор, как в её доме появился этот чудесный малыш, она стала намного счастливее. Нисколько не жалеем, очень рады, что у нас появился новый член семьи, такой усатый, хвостатый. Это очень большая радость, когда приходишь с работы, тебя такое чудо бежит, сломя голову, встречает. Жизнь действительно наполнилась яркими красками. Было бы здорово, если бы все жители нашего города брали бездомных собак, и у нас приюты были бы пустые, у нас её вообще просто бы не было. Гродницкий фотограф Наталья Бакей сама не чужда помощи брошенным животным. А потому реализовать необычный фотопроект согласилась с радостью, ведь это поможет четвероногим обрести дом. Пока человек не слышит, он не задумывается, как правило. Когда он услышит, да, кто-то прочитает, кто-то увидит и никак не отреагирует. А для кого-то это явится, может быть, тем самым толчком, последним штрихом, который его сподвигнет к какому-то действию. Эти фотопортреты займут своё место на стенах школ с углубленным изучением иностранных языков и на языковых курсах. Собаки, которые из-за человеческого равнодушия остались без дома, получили шанс обрести новых хозяев. Даже если эта затея поможет найти дом пяти, шести, семи псам, всё было сделано не зря, считает Наталья. Когда ты животное берёшь такое обделённое, да, чем-то с судьбой, с улицы или из приюта, на самом деле они очень благодарны, они всё это понимают. Говорят, что интеллект собаки, он равен интеллекту трёхлетнего ребёнка. Вот насколько ребёнок может понять, что с ним происходит, настолько же понимает животное. Прежде чем отдавать баснословные деньги за собаку с паспортом и родословной, вспомните о тех, кто оказался в приюте или в пункте временного содержания животных. Эти псы едва ли могут похвастаться дворянским собачьим происхождением, но они наверняка знают цену дружбе, любви и преданности. Дмитрий Пастернак, Иоланта Будила, Сергей Печериса, Новости Гродно+. Областная выставка инситного искусства на Малевана Сердца открылась в выставочном зале Гродненского областного методического центра народного творчества. Инситный или наивный стиль – это яркие ненатуральные цвета, отсутствие законов перспективы и по-детски непосредственное видение. В нём работали такие известные художники, как Руссо, Бамбуа, Перасмонашвили. Работы этих живописцев заняли видное место в художественной культуре своего времени и заметно повлияли на её развитие в мире. На выставке в нашем городе представлены творения более 80 художников из Гродной и Гродненской области. Усе работы удельничали у национальной выставки инситта 2016 у Витебску, подчас международного фестиваля «Славянский базар» у Витебску. И миновитотворчество гродненских мостаков вызвало вельми великую цикавость. И мы вышли, как же так, треба, как и наши гродненцы побачили подобную выставку. Она вот не так давно вернулась из Витебска, и мы её тут сорганизовали. Наряду с уже знакомыми произведениями Лидии Шпекторовой, Данута Цибулько-Цветницкой и Анны Чукановой также выставлены работы молодых гродненских авторов. Горожане смогут насладиться выставкой до середины сентября. День фотографии отмечают сегодня во всём мире. Технология получения снимка стала известна ровно 177 лет назад. Это изобретение коренным образом изменило всю нашу жизнь. Сейчас фотоснимок не просто отпечаток, это отдельный вид искусства. Кто помогает лучше узнать о событиях в нашем городе и для кого фотографии? Это не просто хобби в репортаже Аллы Внучко. Фотографировать Леонид Щеглов начал в седьмом классе. Первый фотоаппарат сменно 8М, хоть и стоил копейки, хранится у гродненского мастера в футляре до сих пор. Сегодня Леонид – мэтр фотожурналистики. В его архиве около миллиона снимков, но этому предшествовала целая история. Вдохновил ли меня снимки? Жил я тогда в Казахстане, в воинской части, и был фотограф. В отряде солдат. Кличку помню, зовут Слон его в зале. Вот он очень красивый. У него техника классная была. На то время даже очень длиннофокусные объективы, вот такие фотки. Вот он вдохновил. За плечами у Леонида Щеглова 12 лет трудового стажа. В его объектив попадают как именитые персоны, так и простые горожане. Сам мастер привык быть за кадром, но в кадре не раз запечатлел настоящую историю. Снимок, где бабушка принесла любимого кота делать прививку, выиграл международный конкурс. Высоко работу Леонида ценят и в нашем городе. А вот Валерий Курбатов, хоть и работает сейчас водителем на нашем телеканале, с фотоаппаратом не расстается с детства. С ним он ходит на работу, с ним он гуляет и после работы. В последнее время фотография так увлекла Валерия, что все свободное время посвящает только фотографированию. Снимков у меня очень много. Люблю фотографировать здесь три варианта. Первый вариант – это такая стрит-фотография. Это уличные, где-то какие-то интересные моменты, где-то какие-то неожиданные повороты. Портреты люблю фотографировать. И последнее, что это вот такие вот фотографии в немножко художественном стиле. Новое дыхание фотографии получили благодаря социальным сетям. К празднику города Радио МФМ 105.0, телеканал Гродно Плюс и кинокомпания Амберфильм решили организовать конкурс среди подписчиков в Инстаграм. Каждый день в сети появляются десятки фотоснимков девушек и юношей на фоне красочных мест нашего города с хэштегом «Я люблю Гродно». 29 августа мы узнаем победителей. Алла Внучко, Сергей Печерица, новости Гродно Плюс. Информация от нашего партнера. Ликвидация магазина мебели. В фирменном салоне вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели. Приглашаем за покупками по адресу Фомичева 2, торговый центр «Магнит», Цокольный этаж. Подробности на сайте corsac.by. И на этом наш выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by. А поделиться с нами интересной информацией можно, позвонив по номеру 77 33 04. На сегодня с вами прощаюсь. Приятного отдыха на Гродно Плюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова